В этом году традиционного шествия бессмертного полка в День Победы не будет. Его перенесли на более поздний срок. Вместо него акцию предлагают провести в другом формате. В 7 часов вечера, когда бессмертный полк призывает всех выйти на балконы или подойти к открытому окну с портретом своего героя. Это то время, когда в 19.00, 9 мая по московскому времени начнется минута молчания. И после того, как закончится минута молчания, мы исполним песню День Победы. Три года назад педагоги и воспитанники Владимирского областного дворца детского творчества решили увековечить память о родственниках, прошедших дорогами войны. Так появился баннер с фотографиями фронтовиков. В этом году на нем прибавились 13 новых имен солдат Победы. Мы тоже всегда участвуем в акции «Бессмертный полк». Ходим с портретами наших участников Великой Отечественной войны. А кроме того, каждый год накануне 9 мая выставляется вот этот огромный баннер, куда уже разместили сотни фотографий и педагоги, и кружковцы дворца, и родители кружковцев. И каждый год этот баннер пополняется все новыми, новыми фотографиями. А значит, эта акция находит отклик в сердцах людей. Присоединиться к акции «Бессмертный полк» можно и онлайн. Для этого необходимо загрузить на сайт движение фотографию своего родственника, принимавшего участие в войне, и указать основную информацию о нем. Организаторы убеждены, что онлайн-технологии помогут увеличить число участников акции. 9 мая в онлайн-режиме, в интернет-пространстве России, на телеканалах, на различных интернет-телевидениях это все будет транслироваться. Шествие «Бессмертного полка» проводится с 2014 года. За это время акция стала поистине народной. В прошлом году в ней приняли участие более 100 тысяч жителей 33-го региона. Ольга Ельфимова, Павел Новиков, Олег Майнков, Губерния 33.